МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народной новости в студии Марина Василевская. Здравствуйте. В начале выпуска его основные темы. Награды труженикам 30 апреля в столице Мордовии чествовали лучшие коллективы. Победили сильнейшие в Ичалковском районе, выбирали лучшего армрестлера. Побег из ада в фильм «Девятаев» вышел в широкий прокат и вызвал большой интерес зрителей. В преддверии 1 мая в Саранске провели торжественное собрание. На нем чествовали победители трудового соперничества, целые коллективы и трудовые династии. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов поздравил всех с наступающим праздником. Подробности расскажут Вячеслав Кузьменко и Владимир Надькин. Главное богатство Мордовии – люди, работящие, грамотные, владеющие самыми современными навыками и профессиями. Поэтому не случайно в преддверии праздника весны и труда чествуют передовеков производства. Всех, кто своим трудом вносит вклад в развитие республики. Конкуренция будет всегда. В советские времена это было социалистическое соревнование. Сейчас мы бьемся на внешних рынках, бьемся с конкурентами, но в мирной борьбе. За то, чтобы продать то, что мы произвели, чтобы увеличить нашу выручку, увеличить нашу прибыль, заплатить налоги обязательно. Чтобы социальные нужды тоже пошло на развитие республики. Но всегда это будет. Поэтому всегда будут сидеться профессионалы в любом деле, чем бы человек ни занимался. Стимулом для дальнейшего развития республики станет кадровый конкурс «Моя Мордовия». В нем принимает участие более 6 тысяч управленцев. Это серьезный кадровый резерв. Практически в любой профессии человек может себя проявить, заявить о себе. И мы будем очень внимательно смотреть за победителями, за дальнейшим ростом. Мы становимся активным участниками чемпионата рабочей профессии. Вы знаете, недавно Роберт Найвич к нам приезжал руководитель этого движения. Есть предложение, чтобы Саранца стал центром рационализации и изобретательства в нашей стране. Мы повели первый съезд и взяли на себя эту пилотную функцию. На торжественном собрании были награждены предприятия, которые в минувшем году показали лучшие результаты. Знамя победителя трудового соперничества среди медицинских учреждений вручили Республиканской клинической больнице имени Каткова. В минувшем году она работала как ковидный госпиталь. Медики спасли тысячи людей. Профессиональный коллектив работу в сложнейших условиях пандемии считает трудной, но не чрезвычайной. Год был очень напряженным, очень тяжелым. Ну, обычным он был для коллектива нашей больницы. Как всем говорю, наша больница всегда работала в таком режиме, просто одели защитные костюмы. Если одним словом охарактеризовать, жарко. Для развития предприятий и организаций чрезвычайно важно, чтобы в коллективе существовала преемственность поколений. По традиции на торжественном собрании чествовали трудовые династии. На Ковылкинском электромеханическом заводе работают пятеро членов семьи Гусевых. Их общий трудовой стаж 163 года. Слова благодарности человеку труда прозвучали от имени депутатского корпуса Государственного собрания Мордовии. У нас очень много профессионалов, хороших, прекрасных коллективов, которые делают добрые дела. Я хочу вас всем поблагодарить за тот огромный вклад в социально-экономическое развитие нашей республики, улучшение уровня и качества жизни наших людей. 2020 год был сложным для развития многих отраслей. Однако он создал и новые ниши. Например, предприятия IT-сферы продолжили динамику развития. 2020 год был для нашей компании, несмотря на то, что проходил под знаком коронавируса, очень успешным. Мы приняли на работу свыше 140 человек. Обороты компании выросли на 30%. Выучили на своих курсах в университетах, институтах и средних учебных заведениях свыше 900 человек. Надеемся, что 2021 год будет еще лучше. На этот год у нас планы нанять свыше 600 человек. Дань уважения по традиции отдали и ветеранам. И Вира Боксимера, Ивана Андина и Валентину Самарову знают в Мордовии все. Честь более чем заслуженная. Это действительно люди труда. Я проработала на стройке уже сказали 60 лет. Руководила бригадой комсомольской молодежной бригадой 32 года. Праздник унесли туда. Желаю здоровья, благополучия, счастья и мира над головой. Зал стоя аплодировал этим замечательным людям. Они – пример трудовой славы и гордость Мордовии. А завершилось торжественное собрание праздничным концертом. Вячеслав Кузьменко, Владимир Надькин. Народные новости. Побег из ада. Фильм «Девятаев» только несколько дней в прокате для широкой публики, но посетить его захотело огромное количество человек. После просмотра зрители охотно делятся эмоциями. С подробностями из кинотеатра «Россия» Сергей Кувакин и Денис Ноздрюхин. Предпоказы картины также прошли в кинотеатре «Россия» 24 апреля. Реакция зрителей дала понять – лента просто обречена на успех. Высокую оценку фильму дал и временно исполняющий обязанности главы республики Артем Сдунов. Опрос показал – зрители с ним полностью согласны. Из зала выходят переполненными эмоциями. Этот фильм о героях. О героях мы должны помнить. Мы должны помнить подвиги, которые совершили эти люди в те далекие годы для того, чтобы не повторились вновь эти страшные события. События войны. Именно этот фильм учит детей быть истинными патриотами своей Родины. Фильм не только знакомит широкие массы зрителей с личностью и подвигом нашего прославленного земляка. Он о совместных усилиях, которые помогли пленникам вернуться домой. О взаимовыручке, о силе духа и поддержке. Режиссер старался рассказать и показать молодому поколению истинные проявления слов дружба и предательства в такое непростое время. Судя по реакции зрителей, удалось. Я считаю, что мы должны все это знать, мы должны все его помнить. И это прекрасный пример. Я очень рада, что я могу это увидеть именно в фильме и не забыть еще долгое время. В кинотеатре «Россия» проходит всего по 4 сеанса в день. Несмотря на это, к середине второго дня показа фильм посмотрели свыше 500 человек. Эта цифра не предел, а лишь начало. Интерес к фильму и к самому Михаилу Девятаеву велик. Сергей Кувакин, Денис Ноздрюхин. Народные новости. В Ковылкино состоялись сразу два круглых стола с представителями ресурсного центра «Семейный консультант». Этот проект реализуется благодаря победе в конкурсе фонда президентских грантов. В ходе встречи одиноким матерям и многодетным семьям объяснили, как получать меры поддержки со стороны государства и некоммерческих организаций, а также как защитить свои гражданские права. Проект реализуется в трех районах Мордовии – Рузаевском, Зубово-Полянском и непосредственно Авковылкинском. Муниципалитеты крупные, поэтому и многодетных семей, и одиноких матерей здесь немало. Просветительский пласт проекта состоит из курсов «Родитель-лидер». В его рамках мама и папа повышают свою юридическую грамотность, чтобы при необходимости защитить интересы и отстоять права свои и своих детей. Но это еще не все. Разработчиками проекта придуман обучающий курс «Правовая грамотность для многотетных семей и одиноких матерей», размещенный в сети интернет. Там же можно ознакомиться с 40 видеоматериалами, разработанными при участии специалистов Центра поддержки и защиты детства, а также профильных министерств-партнеров. В роликах подробно рассказано о каждой мере социальной помощи и помощи со стороны некоммерческих организаций. В помощь для поиска этих видеоматериалов мы также передали Ковылкинскому району в количестве 70 штук плакаты с QR-кодами. Это вообще новинка для нашего региона, такая современная тенденция, потому что все чаще не хочется запоминать длинных названий ссылок, длинных названий сайтов. А здесь данные плакаты будут размещены в местах ожидания родителей, в местах скопления семей с детьми, дома культуры, школы, дошкольные образовательные учреждения. И родители в момент ожидания своего ребенка могут навести свою камерную QR-код и тут же перейдут на необходимый видеоматериал. Всем участникам круглого стола также раздали методические пособия семейный консультант. Кроме того, одиноким женщинам с детьми и многодетным родителям рассказали о возможности получения консультации по различным вопросам в индивидуальном порядке. Для этого необходимо напрямую обратиться в офис Центра поддержки и защиты детства. А 30 апреля в Саранске состоялась встреча с теми, кто проходил курсы в течение апреля. Участие принимали не только мамы, но и папы. Было две группы по 13 и 14 человек. Каждое занятие проводилось с соблюдением всех необходимых эпидемиологических мер. Одна из участниц Екатерины Деринская. Мама троих детей, старшей дочери, 12 лет, младшему сыну 4 года. Она уверена, такие курсы очень нужны и важны, помогают узнать полезную информацию. Были представители соцзащиты, которые рассказывали нам о том, какие социальные пособия и социальные контракты есть как раз и многодетные земли могут ими воспользоваться. Также были очень интересные блоги, когда нам рассказывали о том, какие наркотики существуют и какие признаки есть, чтобы узнать, потребляют ли дети наркотики и как предотвратить это. Всем участницам были вручены сертификаты об окончании курсов. Теперь каждая из этих мамочек может с уверенностью сказать, что пополнила свой багаж знаний и даже может поделиться ими с другими многодетными или одинокими мамочками. В преддверии празднования Дня Победы в Большой Елховке приводят в порядок памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Работники Большой Елховского дома культуры аккуратно выводят буквы на памятники воинам-землякам. С золотой краской они реставрируют на монументе фамилии уроженцев, которые ушли на фронт, но так и не вернулись домой. Миссия ответственная. Работают старательно, вкладывают всю душу. Мы каждый год помогаем администрации. По своей инициативе, да? Да, по своей инициативе. У нас еще работники. Просто у нас сегодня выездное мероприятие, они в данный момент готовятся. Они выступают, а мы, получается, посвободнее. Мы помогаем. Привести в порядок мемориал – дело пара часов, но переоценить его значимость сложно. Память о героях и их подвигах должна передаваться из поколения в поколение. Их имена – гордость малой родины. Поэтому тут важна каждая буква. К приближающемуся празднику готовы. Валерия Никитина, Станислав Семин. Народные новости. Лемберский район. В Ичалковском районе прошли традиционные соревнования по армрестлингу. Свои силы проверили студенты и школьники. Лучшие из них будут защищать честь района на Кубке Пензенской области 15 мая. Подробности далее. Спустя год перерыва в Ичалковском районе прошли традиционные соревнования по армрестлингу. Они посвящены победе в Великой Отечественной войне и проводятся ежегодно перед 9 мая. Участники – школьники и студенты колледжа Ичалковского района. Соперники оказались серьезными. Многие ребята уже несколько лет занимаются профессионально. У Ивана Зюзяева солидного стажа по этому виду спорта нет. Однако это не помешало войти в тройку лидеров. Выступил, я думаю, неплохо. Результатом доволен. Конечно, не первые места, но все равно. Подготовки чуть-чуть не хватило. Но это доработаем. Ничего страшного. Соперником Ивана в полуфинале стал опытный спортсмен Данила Миронов, студент педагогического колледжа. Борьба за первое место выдалась напряженно и в итоге победа осталась за Данилой. Всего в соревнованиях участвовало порядка полусотни спортсменов в семи весовых категориях. В связи с этой пандемией вообще не было целый год соревнований. Сейчас это первое соревнование, которое сейчас... Ну так, ребята начали ходить, тренироваться. Уже это неплохо. И вот первое соревнование прошло. Участников у нас, в принципе, так, около 40-45 человек было. Результаты показали неплохие. Спортсмены, которые показали лучшие результаты, готовятся к следующим соревнованиям. Ближайшие пройдут в Пензе в середине мая. Ольга Данилова, Сергей Соколов. Народные новости. Чалковский район. На этом у меня все. В студии была Марина Васильевская. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.